Это мило, одна на миллион. Сегодня ее хозяйкой станет 9-летняя девочка Варя. Этот подарок стал возможным благодаря депутату Госдумы Александру Романовичу Твомачеву и корге-отряду «Маруси и друзья». А началось все на недавней встрече корге-отряда и детей в реабилитационном центре. Ребята с радостью общались с собаками. В прошлый раз, когда мы сюда приезжали, девочки и мальчики играли с корги, и у одной из девочек начался прогресс. Ее здоровье начало улучшаться, и ее мама связалась с нами, и мы приняли решение, что подарим ей собаку, так как у них такой возможности не было. Девочка тогда очень радовалась встрече с корги, и родители решили действовать. Сейчас Варя с удовольствием знакомится со своей новой подругой. И пусть она не может выразить свои эмоции словами, но ее счастливая улыбка говорит о многом. У девочки серьезные проблемы со здоровьем, но, несмотря на это, она очень жизнерадостный ребенок. Я увидела, что ребенок прям, вот ей прям нужно животное, собака, она прям счастлива и рада, что вот ей нужен животное, чтобы потискать, пообщаться. Начала искать вообще по объявлениям, то есть, ну, Авито, там другие какие-то искать. И наш психолог вот предложил корги-отряду, а корги-отряд предложил нам, что не могли бы вот мы взять подрощенную девочку. Мила родом из питомника Белая Гвардия. Она уже уехала в новый дом. Щенок не отходит от девочки. Собаки этой породы – идеальная пара для людей с особенностями развития. Корги – это пастущие собаки. Они прекрасно работают в команде. Это великолепные няни и воспитатели для детей. Они очень жизнерадостные, дружелюбные. С ними можно спокойно оставлять ребенка и не переживать. К счастью, у нас сейчас в России очень хорошо развивается канистерапия. Это как раз-таки реабилитация и абилитация от взрослых и детей с особенностями здоровья. И такая порода, как вельш корги, прекрасно подойдет для реабилитации ребенка с ДЦП. Не впервые отряд Маруси и друзья дарят детям щенков корги. Ведь визитная карточка отряда – лучшее слово – это дело. Анна Наприенко, Владимир Логачев, Щелковское телевидение.